Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доминали, и в сегодняшнем видео у нас будет про Старстейбл Онлайн. Я расскажу вам о появлении еще одного моего клуба, какая же была причина его создания, что стало его особенностью, ну а также какие проблемы мы встретили на своем пути. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и поехали! Давайте начнем с того, о чем же все-таки пойдет речь в данном видео. А речь пойдет о данном клубе JCG, или же в простонародье, как он и называется в игре Старстейбл Онлайн, охрана города Юрвик. И история на самом деле у него не самая простая, но мне кажется, она смешная и довольно интересная. Так что давайте вернемся на пару месяцев назад. Отмотав время на сентябрь, вспоминаем осеннее время, я думаю, почти у каждого осень является тем временем года, когда вы начинаете пересматривать старые фильмы, которые вы смотрели когда-то, и вы хотите вновь пересмотреть старые фильмы. Так вот, одним из этих фильмов является старый диск-фильм, который называется «В компании лошадей». На этом диске некий сборник разных тематических фрагментов, связанных с лошадьми, от исландских лошадок, английских чистокровных и до работы в руках, а также конная полиция. Я всегда была в восторге от этого фильма. Так получилось, что время, когда я пересматривала данный фильм, совпало с моими мыслями о сюжетах стримов на Старстейбл Онлайн. И я решила, что хочу постримить на эту тему, но в итоге меня завалили дела, работа, и данная мысль ушла на задний план. Но недавно, переписываясь с подписчиком в Дискорде, мы начали перечислять разные темы и жанры, на которые можно было бы снять стрим по Старстейбл Онлайн. Я вспомнила про конную полицию. Озвучив эту идею, я принялась снимать тизер на данную сходку. Мне очень понравился, как вышел тизер. По мне, только он вышел действительно таким крутым. Очки, форма, причем конкретики не было. Но еще музыка, кстати, на заднем фоне подошла. В общем, короткое видео, именно тизер стрима, мне кажется, удался. И я была уже в предвкушении, когда через неделю после выхода данного видосика я приеду на стрим, смогу его провести. И это еще были летние каникулы, то бишь я могла проводить его не поздно вечером, а посередине дня, и я очень сильно ждала этого дня. Но потом что-то пошло не по плану. Меня начали заваливать комментариями о вступлении в клуб. И в этот момент не только я, но и мой молодой человек приофигел. Я его позвала и показываю, что мне начали писать комментарии о вступлении в клуб. Как вступить в клуб? Что нужно для вступления в клуб? Какой уровень и лошадь для клуба? Начинаю махать руками с вопросительным знаком над головой, со словами, что же мне делать. Молодой человек подошел, посмотрел, пожал плечами и сказал, ну что делать? Можно создавать. В итоге весь вечер я почти что буквально билась головой об стол с мыслями, создавать мне клуб или нет. Так как, объясню, у меня уже существует два клуба с базовой веховой ездой и более сложной. То бишь клуб и КСК. И вот мучаясь в своих сомнениях, в своих мыслях, и уже в принципе ответя многим подписчикам, что это просто тизер стрима, а не набор в клуб, я начала уже спрашивать у них, а хотели бы вы вступить в такой клуб? И подписчики начали отвечать, что им идея такая понравилась, было бы неплохо. Так же я начала спрашивать у своих соклубников и просто знакомых по StarStable Online. И вот подходил день стрима. Стрим! Все начиналось замечательно. Так как у меня есть еще один аккаунт, я решила создать данный клуб на нем. Очень долго не могла решить, какое же сделать конкретное название. Так как подходящее, которое висело у меня в голове, было занято. Я пошла изучать ВК и Ютуб. Не нашла ни одного видео, ни одного клуба, который был связан с данной тематикой. Даже сообщество все пролистало с обсуждениями, поиском по странице. И ну нигде не нашла чего-то подходящего с таким же названием и именно такой же сутью направления. Ну, может быть я плохо искала, хотя я старалась. И вот наступил тот день, когда уже прошерстив все, выбрав форму, определившись с тем, что я хочу увидеть в данном клубе. Я создала его. С описанием, с требованием. Потом побежала делать группу ВК, Дискорд-канал. Я так вдохновилась всей этой идеей. Но, несмотря на то, что меня не покидало ощущение, что я подключусь на стрим, на прямой эфир. И, ну, там будет человек пять, может быть даже три. В принципе, мне было не важно. Я хотела провести такой эфир. И даже если бы добавилось два человека, я все равно была бы безумно рада. И какое же было мое удивление, когда на стриме начало происходить вот это. К нам просто начали приезжать люди, наездники в большом количестве, по максимуму в похожей форме, цветовой гамме. И меня это просто поразило в самое сердце. Вместо пяти человек, вначале их было все-таки три, потом четыре, пять. А вот когда количество зашло за восемь, я уже действительно уронила челюсть. Так как не ожидала такого отклика от своих подписчиков на данную тему прямого эфира. Нас было много. Мы стояли, болтали, переписывались. Потом начали пытаться что-то сделать уже по теме данного клуба. И нам даже в чат писали, что у вас такой кавардак, у вас нету дисциплины и порядка. Но, разумеется, его не было, так как клуб еще не существовал. Во время начала стрима в клубе была всего лишь я и мой сосоздатель, то бишь руководитель. Все. У меня не было никакого конкретного плана. Как раз благодаря тем, кто был на стриме и кто в итоге потом вступил в этот клуб, очень сильно помогли в его улучшении. За что я говорю вам большое спасибо. Стрим длился 2 часа и это было очень веселое событие, мероприятие, не знаю как еще назвать. В общем, просто весело проводила время со своими подписчиками, друзьями, соклубовцами. Приходило много людей, мы добавляли разных людей. Те, кто не хотели уходить из своих основных клубов, очень расстраивались от этого. И мне пришла в голову идея. Так и не уходите, пожалуйста, понимайте в этом участие. И без ухода из основного клуба по вашим основным направлениям. Ведь конная полиция не запрещает вам отдельно заниматься конкуром-выездкой и участвовать в каких-то соревнованиях. Что очень обрадовало всех участников. Но ближе к концу прямого эфира мне стали писать, что мы кого-то изображаем, мы на кого-то похожи. И я не понимала на кого. Потому что, ну, я, конечно, не каждый день сижу у Старстейбл, но я не всех знаю и не обязана знать. Поэтому я просто спрашивала, кто эти люди. Я, честно, их не знаю. И мы тут собрались просто приятно провести время на один раз. Да, стрим должен был пройти всего лишь один раз. Но это было до того, как я создала клуб. В итоге стрим закончился. Все были рады, все были счастливы. Я была безумно счастлива от того, сколько людей было. Как все были счастливы, что было весело. И даже если мы все делали как-то непонятно, все как-то криво, неважно. Главное, что мы повеселились от души. Но на следующий день мое настроение изменилось. Мне начали писать комментарии на ютубе о том, что я создала копию. Что я являюсь клоном некого клуба. А также начали писать имя владельца клуба. И что... В общем, много всяких плохих слов, что я копирую клуб. Я говорила, что я смотрела ютуб, вк, и я не могла скопировать название клуба, так как в Старстейбл невозможно скопировать на одном сервере два одинаковых клуба. С одинаковым количеством слов и одинаковыми словами. Это просто невозможно. Я вначале отвечала честно всем своим комментаторам, что я действительно не знаю, кто этот человек. Я не буду называть никаких имен, просто объясню всю ситуацию. Что меня начали обвинять в копирке. И я отвечала честно, что я не знаю, о чем идет речь. Я не видела этих людей, я не знаю, о ком они говорят. И я начала спрашивать у своих соклубников, друзей, что кого люди имеют в виду. Его я не знаю. Как выяснилось, почти никто из моих соклубников тоже не понимал, о ком идет речь. Но в итоге, благодаря некоторым людям, мы смогли определиться, о ком же нам пытаются сказать, кого мы якобы клонируем, пародируем. И мы начали изучать этот вопрос. К сожалению, изучение пришлось на выходной день, и я уехала в гости. Поэтому я не смогла некоторое время наблюдать за своими соклубниками из данного клуба. И они решили заняться некой самодеятельностью. За что потом, правда, были отчитаны, и надеюсь, больше такого они делать не будут. Оказалось, что в игре действительно существует клуб на сервере Попа и Апон, связанный с конной полицией. Но я их увидела впервые в жизни, услышала впервые в жизни, и узнала я о них тоже впервые в жизни, и ни разу их не видела. Вот честное слово. Благодаря моим товарищам я смогла найти телеграмм их директора и связаться с ней, и обсудить вопрос несправедливого обвинения со стороны ее подписчиков. Потому что мне показали их форму, их название клуба, и я хочу сказать, что копии нету. У них четко прописанная форма, другая цветовая гамма, и, в принципе, все четко прописано, и другое название вообще. То есть оно вообще другое. В то время как в нашем клубе, если вы даже можете послушать из тизера, нету четких требований к основным вещам черного цвета одежды или черного цвета амуниции, лишь есть просто привязка к черному цвету. А таких вещей, согласитесь, в игрушке достаточно. Но, правда, мало хороших моделек. В моем клубе идет конкретика всего лишь на несколько вещей. Это нагавки, вольтрап, короткая стрыжка лошади, а также рубашка пола, пола с жилетом и теплая кофта с жилеткой. По сути, это все. Все остальное носи как хочешь. Главное, чтобы был черный цвет. У нас даже очень большой список коней, доступных для нашего рода деятельности, для тренировок. Он очень большой, и в нем присутствуют даже, по-моему, три породы второго поколения, что намного упрощает выбор лошади для нашего клуба. Я начала переписку с их директором в очень уважительной форме, поясняя всю причину от и до. О том, что подписчики почему-то накинулись на меня с обвинениями в копирке, хотя мы очень отличаемся. Ах, да, у нас еще очки разные. Что сходства в клубах даже нет ни в названии, ни в форме. Только то, что тоже конная полиция. И все. Наша переписка состояла очень мило. Я ей скидывала всю информацию, что происходит, и просьбу обратиться к ее подписчикам, что произошло недоразумение, и их обвинения беспочвены. Они некорректны, так как... Они... Нечего обвинять. Клубы разные, названия разные, формы вообще не одинаковые. Но, к сожалению, вместо этого, видимо, меня перестали слушать, и мне начали говорить о смене нашей формы. Чтобы мы сменили форму, в особенности некоторые ее части, и что мы действительно являемся копией их клуба. Именно в этот момент случилось неприятное, так как я была не дома и не могла зайти в игру, а также в переписке своих ребят. Мои ребята решили заняться самодеятельностью, начали писать, подъезжать, что-то спрашивать в игре. Это называется, по-моему, преследование. За что я, кстати, извинилась перед директором. Сообщила, что я высказала своим ребятам о том, что так делать нехорошо, и чтобы они такого больше и не делали. В общем, разговор закончился тем, что мы сошлись во мнениях, попрощались, и что все должно быть хорошо, что нас услышали, и нас поняли. Этим же вечером по приезду домой я все-таки списалась со своими ребятами, и мы пошли просто отдыхать в Морленд, созвонившись в Дискорд-канале, так как группа открытая, и ссылка на Дискорд тоже доступна всем, я ни о чем и не думала. Я просто пришла в игрушку отдохнуть со своими ребятами, поговорить, поболтать о форме, об основном клубе, о том, как у кого прошел день, кто чем занимается, и, в принципе, ну, обо всем. Просто милый отдых вечерний с клубом. Через какое-то время в Диссе начало появляться слишком много людей, и в итоге потом присоединился директор того самого клуба, который за пару минут до этого подъехал к нам со своим участником, мы мило поздоровались в игре, и просто разошлись. Ну, а когда они присоединились к нам в Диссе, к нам подъехали они опять же в игре, и на нас нахлынула большая куча игроков, я так понимаю, подписчиков данного человека, данного директора клуба, и нас начали закидывать сообщениями о том, что мы не имеем своего собственного воображения, что мы скопировали их клуб, и, в общем-то, ведем себя отвратительно, и, в общем, не должны, в принципе, существовать в игре. По крайней мере, по их сообщениям, я это восприняла именно так. Примерно спустя 7 минут вопросов и ответов в разную сторону, точнее, вопросов в нашу сторону, и ответы с моей стороны, в итоге мы разошлись. Вроде бы как спокойно и мирно. Я пыталась донести, что обвинения некорректные, форма все-таки разная, названия разные. Меня пытались обвинить, что я скопировала с них конную полицию. Ответом на данный вопрос является реальность, так как конная полиция существует по всему миру, во многих городах и странах. Потом был вопрос касательно именно формы. Мне удалось донести до людей мысль, что форма у нас отличается, но их не устраивало, что наша конная полиция тоже носит рубашки-полы с черным жилетом, только другого цвета. Опять же, ответом была реальность, так как на все крупные мероприятия конная полиция выезжает тоже в бронированных жилетах. В конце концов, мы разошлись, и я надеюсь, что данное видео поможет многим понять ситуацию, которая произошла, что обвинения на самом деле некорректные, неправильные, и причины обвинять нас в чем-то нету. Все создано с реального времени. В ССО очень много клубов по выездке, конкуру, кроссу, вестерну, да даже, я уверена, что и есть клубы управления лошадью в руках. Наш клуб можно было бы назвать действительно копией, если бы мы скопировали стопроцентно название, форму, а также требования и описание. Но, насколько я знаю, все эти пункты у нас отличаются. И что я хочу дополнить от себя, никогда не может быть два одинаковых клуба, если их ведет разные люди. Все-таки манера ведения клубов у всех разная. И если два разных человека управляют два разными клубами, они ни в коем случае никогда не будут одинаковыми. В общем, на этом история закончилась. Правда, я не знаю, сообщил ли в итоге директор клуба своим подписчикам о том, что произошло недоразумение и что коперки на самом деле нету, и что мы просто каждый занимаемся своим интересным делом, своим хобби. В общем, каждый своим клубом. Поэтому данную информацию сообщаю вам я, что все-таки наш клуб не является коперкой. Если вы в этом не верите, вы можете сравнить сами, в особенности, если знаете, о ком идет речь. Форма отличается, методы управления тоже, и названия абсолютно разные. Мне главное, что я говорила только правду, опираясь на реальность и ни капельки не врала. Ну, а также позаботилась о том, чтобы мои курсантики не лезли в спор, так как данные вопросы все-таки должны решать директора между собой. И я ни в коем случае не утверждала нигде и ни разу, что какой-либо клуб лучше, кто-то первее. Если честно, мне это вообще не имеет разницы. Я не считаю нужным зацикливаться на первенстве в чем-то, ну, а считаю более важным заниматься своим делом, своим клубом, а также хорошо проводить в нем время. Сейчас в нашем клубе все хорошо. В нем сидят счастливые люди абсолютно разных возрастов, у каждого свои хобби и интересы, но мне очень приятно, что они все-таки пришли ко мне в клуб, хотя многие из них очень долго не вступали ни в какие клубы, так что я буду ценить то, что они находятся в моей большой семье. На этом, пожалуй, все, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А я желаю всем вам успехов в ваших клубах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!